Вести Карачаева, Черкесия Глава 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 Карачаев, 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 Черкесия и край подсолнечник, и пшеница на пищевые цели. Перед отгрузкой зерна к управлению Россельхознадзора отбирались пробы для установления фитосанитарного состояния под карантинной продукцией. И только после подтверждения безопасности на нее оформлялись карантинные сертификаты. В конце прошлого года в среднеобщей образовательной школе Аула Жако Хабевского района завершился капитальный ремонт здания. Здесь выполнен весь объем строительных работ, причем на качественном уровне и в короткие сроки. В частности, подрядная организация выполнила ремонт фундамента и отмостки, частичную замену кровли, фасада здания, внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы, отремонтировала также системы отопления, водоснабжения, канализацию, выполнили электромонтажные работы и слаботочные сети. Вместе с тем благоустроили двор, заменили теплотрассу, а также отремонтировали входные лестницы, обновили окна, двери, потолки и полы. Теперь это комфортное, самое современное, отвечающее всем требованиям образовательное пространство. Министерством просвещения России внесены изменения в порядок приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. В соответствии с внесенными изменениями, заявление о приеме на обучение в школе можно будет подать через единый портал госуслуг и с использованием функционала сервиса в оригинальных государственных информационных системах. При этом информация о результатах рассмотрения такого заявления будет направляться на указанный в заявлении адрес почтовый или электронный и в личный кабинет единого портала госуслуг. Образовательные организации будут размещать на нем информацию о количестве мест в первых классах и наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих на закрепленной территории. Уточняется, что прием заявлений в первый класс детей, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право приема на обучение, а также проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года. Мошенники используют чужой аккаунт для хищения денег обманом. В правоохранительные органы Черкеска обратилась 60-летняя жительница города. По ее словам, в одной из социальных сетей ей пришло сообщение от знакомой, которая просила одолжить 25 тысяч рублей. Потерпевшая перевела деньги и созвонилась со своей приятельницей, которая сообщила, что деньги не просила и сообщения не отправляла. МВД по Карачао-Черкесе в очередной раз призывает граждан не терять бдительность. Если ваш аккаунт взломали, вы, скорее всего, об этом узнаете. Приложение присылает уведомление, когда вы или кто-то другой логинится в ваш аккаунт. В уведомлении указано устройство, страна и город, операционная система, с которых вошли в аккаунт. Если это были не вы, не паникуйте, а просто завершите все активные сессии. Тогда вы перекроете доступ к своему аккаунту для мошенника, вы сможете защитить его. Первое и самое главное правило – не переводите денежные средства. Постарайтесь созвониться с друзьями и родственниками для уточнения информации, напоминает региональный МВД. Аудиолекции Банка России по финансовой грамотности впервые зазвучали на национальных языках республики. Все материалы размещены в специально созданном разделе на официальном сайте ГТРК Карачао-Черкесе. Информацию комментирует заведующий сектором отделения Банка России по республике Индира Алботова. Как уберечь свои деньги от мошенников, выбрать кредит и правильно рассчитать свои силы? Что делать, если у вас украли банковскую карту? Полезную информацию по этим и другим темам теперь можно прослушать на карачаевском, черкесском, абазинском и нагайском языках. Перевод аудиолекции «Национальные языки» – это совместный проект регионального отделения Банка России и телерадиокомпании ГТРК Карачао-Черкесии. В эти дни в выставочном павильоне Карачао-Черкесского историко-культурного и природного музея-заповедника проходит выставка «Уникальное культурное наследие народов Карачао-Черкесии». Выставка знакомит с основными занятиями, образом жизни и традициями народов республики. Каждый из этих экспонатов демонстрирует искусство местных мастеров, тонкий вкус носителей культуры, формируя поистине сокровищницу, благодаря которой мы можем сегодня познакомиться с богатым культурным наследием этих народов, отметила старший научный сотрудник сектора современной истории музея-заповедника Ольга Холодова. Для посетителей представлены этнографические материалы, рассказывающие о духовной и материальной культуре субъектообразующих народов нашей республики. Это предметы быта, изготовленные из дерева, керамики и металла, вышитые платки, ревелирные украшения, такие как нагрудники, пояса. Все это дополнено этнографическими фотографиями конца XIX – начала XX века фотохудожника Дмитрия Ивановича Ермакова. 9 февраля во Дворце культуры Усть-Джигутинского района состоится показ исторического спектакля «Карча». В Карчавском драматическом театре имени Шахарби Алиева рассказали, что в рамках гастрольного тура по региону спектакль будет показан в каждом муниципальном районе. Информацию комментирует директор театра, народный артист Республики Руслан Гачияев. Ну, Карачаевский театр сейчас гастролирует по республике со спектаклем, с масштабным таким глобальным спектаклем, который мы в прошлом году поставили. Это спектакль, посвященный жизни и деятельности героического полководца и предводителя, основателя Карачаева-балкарского народа. Спектакль был поставлен по мотивам пьесы Дены Мамчуевой. Мы уже побывали в городах Карачаевские, побывали, значит, в селении Учкекен, в Новом Карачае, в Ставрополье побывали. А сейчас мы уже едем по районным центрам. Это Прикуманский район, Усть-Зигутинский район, Урлупский район, Зеленчукский район. Планируется показы этого спектакля в городе Словутске. А в дальнейшем, с наступлением теплых дней, весной, в начале лета, мы обязательно приедем на гостероли. Кабардино-Балкария для балкарского народа показывает этот спектакль. А дальше уже осенью в Дагестан. Будут наш спектакль смотреть в Кумуке. Спектакль идет на карачаевском языке. Вот такие наши грандиозные планы. В Государственной филармонии составился показ спектакля «Щелкунчик» детского телевизионного театра-студии «Хрустальный источник». Это второй спектакль, который театр выпустил под руководством заслуженного артиста России Евклида Кюрдзидиса. Его уже показали на Кавминводах, и следующим пунктом стал «Черкеск», рассказывает режиссер театра-студии Елена Козленко. Взято за основу, конечно же, всеми известная сказка, но сюжет полностью переработан. Это музыкальный киноспектакль «Щелкунчик». В нем задействовано 80 детей-студийцев. Совмещен театр на сцене и кино на экране. Персонаж может появиться на экране и потом выйти за экраном на сцену. И это такое волшебство. И вот дети, которые спят и наблюдают за этим в зале, они в это очень верят, и нам это очень приятно. В Карачаево-Черкесском историко-культурном и природном музее-заповеднике в эти дни открыта для посещения экспозиция «Дом музыки». Она создана из материалов фонда в музее-заповеднике и музыкальных инструментов, подаренных музею частными лицами. Особый интерес, по словам сотрудников музея, представляет фотодокументальный материал об известных музыкантах, композиторах, певцах, стоявших у истоков и внесших большой вклад в развитие музыкального искусства Карачаева-Черкесии. Рассказала заведующая сектором современной истории Государственного музея-заповедника Карачаево-Черкесии Ирина Джигутанова. Музыкальные инструменты карачаевцев, черкесов, абазин, нагайцев, изготовленные местными мастерами, флейты, скрипки, барабаны, трещотки, национальные гармоники и музыкальные инструменты, бытовавшие семьях жителей Карачаева-Черкесии, физгармония, колесная лира, балалайки. Также представлены афиши, рекламирующие значимые события в культурной и музыкальной жизни народов Карачаева-Черкесии. В Карачаевске прошло первенство Карачаев-Черкесии по вольной борьбе среди юниоров до 21 года на призы заслуженного тренера России Алхаза Чочаева. В соревнованиях принимали участие около 90 сильнейших спортсменов республики, в числе которых победители юношеских первенств Европы Амаль Джандубаев и Амаль Кирейтова, а также бронзовый призер первенства России Расул Капсергенов. Победители и призеры соревнований и их тренеры награждены памятными кубками, медалями и грамотами Регионального министерства физической культуры и спорта, а также денежными призами. По итогам данных состязаний будет сформирована сборная команда Карачаев-Черкесии для участия в первенстве Северокавказского федерального округа по вольной борьбе среди юниоров до 21 года, которая пройдет в марте этого года в Грозном. Ну и последняя информация. В селе Дружба Прикубанского района состоялись чемпионат и первенство Карачаев-Черкесии по кикбоксингу. Бойцы 6-й спортивной школы Черкеска завоевали сразу 14 золотых наград. В соревнованиях принимали участие в общей сложности более 250 спортсменов из нашей республики, Ставропольского края и Адыгеи. В течение трех дней ребята демонстрировали свое мастерство, характер и стремление к победе. Турнир выявил сильнейших бойцов для участия в чемпионате и первенстве Северокавказского федерального округа, которое пройдет с 15 по 19 марта текущего года в Избербашии Дагестана. По итогам турнира командные места распределились следующим образом. Первое место заняла сборная команда Карачаев-Черкесии, второе место бойцы из Адыгеи и третья ступень пьедестала досталась гостям из Кабардино-Балкарии. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии облачная погода, осадки в виде снега. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха от 3 до 8 градусов мороза, на дорогах гололед, а в горах выше 2,5 тысяч метров, сохраняется лавиноопасность, в Черкесии снег, ветер восточный 5-10 метров в секунду, столбик термометра опустится до минус 7 и на дорогах города гололед. Как не стать жертвой мошенников? Вам позвонили, прислали СМС из банка или госоргана с неизвестного номера? Не торопитесь действовать по инструкциям звонящего. Не сообщайте персональные данные неизвестным лицам, кем бы они ни представлялись. Проверьте информацию, позвонив в организацию. Если в отношении вас или ваших близких совершено преступление, незамедлительно обратитесь в полицию. Таковы некоторые события Республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова. Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия.